Валерий Седов А был ли мальчик? Мистическое дело от прокуратуры. Для здоровья. Какие овощи и фрукты полезны летом? Главное управление МЧС России по Рязанской области представило статистику происшествий за прошедшую неделю. Так, с 10 по 16 июня 2024 года на территории Рязанской области ликвидировано 54 пожара разного типа и зарегистрировано одно происшествие на водном объекте. Есть погибшие. Пожар на 9 этаже на улице Тимакова произошел утром 15 июня. Владельцы квартиры на момент возгорания находились дома. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность зарядного устройства для телефона. Открытое горение пожарно-спасательные подразделения ликвидировали за 17 минут. В результате один человек получил отравление угарным газом, трех человек спасли и шесть эвакуировали. Всего на прошедшей неделе в регионе произошло более 50 пожаров разного типа. За период с 10 по 16 июня 2024 года на территории Рязанской области ликвидировано 54 пожара. Из них 15 техногенных, 18 горений травы, 21 горений мусора. Огнем уничтожено и повреждено 18 строений и 4 единицы техники. 15 июня на пожаре в жилом доме на улице Широкой, села Болшнево Рязанского района, погиб мужчина 1946 года рождения. Еще одно происшествие с летальным исходом произошло на водном объекте. Так, 10 июня на одном из барковских карьеров погиб мужчина 1990 года рождения. По факту трагедии проводится проверка, а обстоятельства случившегося уточняются. Еще одну свалку обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры, в этот раз санкционированную. Правда, есть один нюанс. Нарушены были границы размещения отходов. Деревня Снохино, Клепяковский район. Сюда с проверкой нагрянули сотрудники природоохранной прокуратуры. Есть здесь предприятие, которое эксплуатирует размещение отходов. И вроде все хорошо, и хранится нормально, на подегоне, но есть одно но. Вылез этот мусор за пределы огороженных земель. Притом, это мягко сказано, площадь загрязненных земель составляет 3 гектара. Напомним, в одном гектаре 10 тысяч квадратных метров. Так что мусором загрязнено около 30 тысяч квадратных метров. По требованию прокурора, специально полномочным органам, был произведен расчет ущерба причиненного почве, который составил свыше 11 миллионов рублей. С целью устранения нарушений и возмещения вреда, причиненного объекту окружающей природной среды, прокурор обратился в суд. Исковое заявление находится на рассмотрении о устранении нарушений под контролем природоохранной прокуратуры. Этот мусорный полигон санкционированный, говорят природоохранной прокуратуре. Единственное, границы нарушены. Да при том весомо, как-никак 3 гектара. Однако хватает в области и несанкционированных свалок, как таковых, говорят в прокуратуре. Когда на землях сельскохозяйственного назначения складируют мусор. Чаще всего строительный. О них, кстати, могут сообщить и местные жители. Чтобы территорию убрали, а земли сделали чище. Жажда поживиться за чужой счет порой заставляет людей идти на весьма циничные и безнравственные поступки. Обмануть государство порой удается, но рука закона все равно настигает. Рано или поздно. Прокуратура железнодорожного района города Рязани поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении мошенничества при получении выплат, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Судом установлено, что подсудимая совместно с неустановленным лицом обратилась в регистрирующие органы, представив при этом заведомо ложные сведения о рождении ребенка. Получила свидетельство о рождении, с которым впоследствии обратилась в отделение пенсионного фонда и социального страхования для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и единовременного пособия в связи с рождением ребенка. Всего женщине выплатили более 75 тысяч рублей за период назначения мер соцподдержки. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала полностью и частично возместила ущерб. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев, возложив обязанность возместить причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил. Хоть календарно сезон простуд уже завершен, люди болеть продолжают. Притом как дети, подхватив что-то в лагере, так и взрослые. В отделении социального фонда рассказали все о больничных листах, при том как взрослым, так и родителям с детьми-дошкольниками. Начнем с больничных по уходу за детьми до 7 лет. С начала года региональное отделение соцфонда оплатило больше 15 тысяч таких больничных листов. Потратили на это больше 100 миллионов рублей. Напомним, взять больничный по уходу за ребенком до 7 лет могут как члены семьи, так и родственники, которые ухаживают за приболевшим ребенком. Количество оплачиваемых дней в году, которые родители могут взять по уходу за ребенком до 7 лет, не более 60 дней в году. Такое больничное оплачивается в размере 100% от среднего заработка родителя, исходя из заработной платы за последние два года. В 2024 году максимальный размер выплаты за один день равен 4039 рублей, а минимальный 632 рубля. Со взрослыми больничными все тоже просто, говорят в соцфонде. Первые три дня болезни оплачивает работодатель. Последующие – отделение соцфонда. Правда, расчет индивидуальный. Так, если стаж работника больше 8 лет, то пособие 100% среднего заработка, но не больше максимальной суммы. Сейчас она 4000 рублей с небольшим. Если стаж от 5 до 8 лет – 80% от нее. Меньше 5 – 60% среднего заработка. С начала года отделение соцфонда оплатило больше 75 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Сумма выплат – почти 2 миллиарда рублей. Детские больничные оплачивают отделение социального фонда России по Рязанской области. После того, как медицинская организация закрывает больничный, сведения поступают к работодателю, который после уточнения данных направляет их в отделение социального фонда. Далее специалисты обрабатывают информацию в течение 10 рабочих дней и производят оплату по указанным реквизитам. А вот оплата по уходу за больным членом семьи начисляется с первого дня. Также отделением социального фонда. А выплачивают в течение 10 дней с момента поступления в фонд необходимых сведений. Деньги поступят либо на банковский счет, либо через почтовое отделение. Данные также приходят в личный кабинет на госуслугах. Александр Пушкин – один из величайших русских поэтов. В этом году исполняется 225 лет со дня его рождения. К юбилейной дате Банк России выпустил памятные монеты. Серебряная монета «Сказка о царе Салтане» серии легенды и сказки народов России создана по мотивам известного произведения Александра Пушкина. Сюжетом и персонажами этой сказки вдохновлялись композиторы, режиссеры и художники. Теперь и Банк России. Номинал серебряной монеты 3 рубля. Ее тираж составил 5000 штук. На оборотной стороне можно увидеть героев сказки Пушкина – князя Гведона и царевну Лебедь. Город и берега с набегающей морской волной. Сияние вокруг головы царевны выполнено с эффектом интерференции света. В мае к 225-летию со дня рождения поэта выпустили в обращение три памятных монеты – две серебряных и одну золотую, каждая со своей уникальной оборотной стороной. На трехрублевой изображен сам поэт во время зимней поездки. На монете номиналом 100 рублей он уже стоит на фоне Эрмитажного театра и Эрмитажного моста. А на золотой – самым большим номиналом 10 тысяч рублей – Александр Пушкин сидит под сказочным дубом. Рыночная цена ее около 8 миллионов рублей. Забавно, что расплатиться ей можно по номиналу, например, купить билеты на поезд, да еще и сдача останется. Памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательно к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. Серия «Легенды и сказки народов мира» уже включает в себя сюжеты «Морозка», «Охотника и змеи», «Царевны лягушки». И каждый год серия пополняется новыми монетами. Анастасия Арн, телекомпания «Город». К празднику Вознесения митрополит Марк осветил купол и крест для Никольского храма в селе Верети. Эта каменная церковь – одна из самых старинных в Рязанской области. Сейчас храм активно восстанавливают. Подробности в нашем следующем материале. Этот каменный храм построили в 1825 году на месте сгоревшей деревянной церкви. Его осветили в честь Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых на Руси. С тех пор церковь называют Никольской. В начале 20-го столетия храм пришел в запустение и лишился колокольни. Сейчас его активно восстанавливают. В пустые проемы уже вставили окна, подготовили обрешетку для новой крыши. В День Вознесения Господня митрополит Марк осветил для храма купол и крест, открывая новую страницу в истории Рязанской святыни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По словам владыки Марка, без Бога нет добра ни в государстве, ни в семье, ни в жизни конкретного человека. Многие русские города потеряли свои святыни в начале 20-го века. Сейчас архитектурное наследие активно восстанавливают во многих областях нашей страны. Возрождение храма – это важное дело, но не только. Самое главное, чтобы сделать сердце свое вместилищем Святого Духа, чтобы жизнь наша была бы по заповедям Христовым. Вот тогда и жизнь наша преобразится в семье, с близкими и в масштабах всей нашей страны. Жители Веретьи и соседних сел поблагодарили митрополита Марка за посещение Никольского храма и выразили надежду на то, что святыню продолжат восстанавливать. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Лето – это время, когда магазины и рынки города переполнены сезонными фруктами и овощами, которые в остальные месяцы не так полезны и доступны. О том, зачем стоит включать их в свой рацион, наша съемочная группа узнала у диетолога. Здоровье, молодость и красота. В борьбе за эти пункты люди готовы отдавать огромные деньги, искать любые способы сохранить себя в тонусе как можно дольше. Овощи и фрукты богаты витаминами, микроэлементами, простыми и сложными углеводами, которые необходимы организму человека для нормального функционирования. А еще это источник растворимой клетчатки, которая помогает поддерживать микрофлору кишечника в норме, а также снижать уровень холестерина в крови. Сейчас, в летние месяцы, привлекательность овощей и фруктов заключается еще и в том, что сезонные стоят дешевле привозных и отличаются более насыщенными вкусовыми качествами. О пользе конкретного плода расскажет его цвет, подчеркивает врач-диетолог областного кардиологического диспансера Людмила Сидорова. Красный цвет – это ликопин, то есть это наше мужское здоровье и наше здоровое ДНК. Оранжевый и желтый цвет – это содержание бета-карнитина, альфа-карнитина, витамина А. И самое важное, эти микроэлементы играют большую роль в иммунитете и обладают большой антиоксидантной активностью и наше здоровое зрение. Зеленый цвет – это содержание хлорофила, лютеина, это здоровый легкий, здоровый кишечник и витамин К, который необходим нам для кроветворения. Белые овощи и фрукты – хорошая профилактика вирусных заболеваний. А фиолетовые помогают поддерживать когнитивные функции организма и здоровье сердечно-сосудистой системы. Правда, несмотря на пользу сезонных плодов и корнеплодов, употреблять их в сыром виде можно не всем. Самые полезные свойства содержатся у нас как раз в сезонных овощах, в сырых. Но есть заболевания, которые сырые овощи не показаны. Это при обострении различных желудочно-кишечных заболеваний. Мы ограничиваем подачу в рационе свежих овощей, заменяемых на тушеные, запеченные или отварные. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять от 400 до 500 граммов овощей и фруктов. Последние лучше съесть в первой половине дня. Ведь фрукты и ягоды содержат в себе фруктозу, которая влияет на уровень сахара в крови. Кстати, летнее время подходит для монодиет. Так, за три дня на овощах, фруктах и ягодах можно избавиться от лишних 3-4 килограммов. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова